Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Садиба Тьяхьяева, автор ведущая программы «Служа Родине». Рада видеть вас снова на РГВК Дагестан. В марте этого года в Кизельюрте открылся изолированный участок, функционирующий как исправительный центр. Здесь размещают осужденных относительно новому виду наказания – принудительным работам. Согласно законодательству, это граждане, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, либо тяжкое преступление, совершенное впервые. Кизельюртовский исправительный центр уникален тем, что пока еще единственные в Дагестане отбывать наказание сюда приезжают осужденные из разных городов региона. Штат сотрудников в центре небольшой, поэтому в своей деятельности им приходится выполнять разнообразную работу. А какую именно, расскажем в сегодняшнем выпуске программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня мы решили для республиканских журналистов открыть свои двери, показать условия содержания наших осужденных. Мы им показали спальное помещение, столовую. Они прошлись, посмотрели бытовую комнату, комнату для хранения продуктов питания и комнату для хранения личных вещей. От увиденного ваши коллеги остались довольными. Если хотите, можете узнать у них. Скажу честно, с самого начала был приятно поражен. Я примерно представлял, куда иду, что здесь будет, но не думал, не ожидал, что все на таком уровне. Я думаю, надо поблагодарить и сотрудников, и тех, кто организовал этот цех, кто задумал и кто ведет каждодневную работу. Исправительные центры создаются в каждом территориальном органе, то есть в каждом регионе. Они создаются с целью отбоя наказания в виде принудительных работ, так как осужденные к принудительным работам отбывают наказания в пределах региона, в которых они проживали и были осуждены в соответствии с действующим уголовно-исправительным законодательством. На сегодняшний день у нас в учреждении содержится 71 осужденных. Из них порядка 58 человек, это с ИК строгого режима, и 12 человек из зала суда, которые прибыли к нам. Исправительные центры создаются из 8 сотрудников. Все должности укомплектованы. Три должности офицерского состава и 5 младших инспекторов. Я являюсь начальником исправительного центра, функционирующего как исправительный центр при ФКУ колонии поселения номер 8 у всей России по республике Дагестан. Я Ханапио Максу Дарсенович, лейтенант внутренней службы, старший инспектор изолированного участка, функционирующий как исправительный центр у всей России по республике Дагестан. Зовут меня Магомед Ильяс Абдулосирович. Я инспектор изолированного участка, функционирующего как исправительный центр при ФКУ КП-8 у всей России по РД в должности инспектора внутренней службы, лейтенант. Я Изудинов Абдулосирович, прапорщик внутренней службы, младший инспектор ИООФИЦ. Магомед Ильяс Абдулосирович, прапорщик внутренней службы, младший инспектор Абдулосирович, лейтенант. В мои обязанности входит исполнение приговора суда в виде принудительных работ, то есть организация всей работы. В мои обязанности входит в первую очередь принятие осужденных, прием осужденных, формирование их личных дел, направление информации с взаимодействующей структурой. Если есть какие-то неясности, например, по постановлениям, сюда направляем письмо с разъяснением представления, регистрация осужденных по месту их. Получается, они тут зарегистрированы на время отбывания наказания. В Казевюрте? Да. Все без исключения? Да, по нашему адресу. Как на младшего инспектора и его офис на мне возложены обязанности, в первую очередь это следить за соблюдением правил поведения осужденных, которые находятся в общежитии у нас, и за выполнением распорядка дня, который здесь установлен в нашем учреждении. Так далее входят обязанности обеспечения пожарной безопасности, обеспечения других каких-то правил, которые здесь установлены в головной исполнительной семье. Также мои обязанности входят выводить осужденных на работу, как бы с 7 часов утра, да, мы их делаем по строению, кто на работу идет, их перечисляю, строю, вывожу за КПП. И также вечером после работы их встречаю, досматриваю, обыскиваю и заложу в учреждение. И так далее отбой, подъем по распорядку. Основной моей задачей является трудоустройство. Принимаем осужденных, располагаем в нашем исправительном центре. Все условия у нас есть. И потихоньку, в течение нескольких, пару дней мы им предоставляем работу, если есть возможность, поехать в специальности. Как наш парень? Очень хорошо. Как коллектив? И коллектив очень доброжелательный, коллектив к нему хорошо относится. И заказы принимает. Сейчас у него заказ в нашей школе детские танцевальные костюмы. То есть все в срок. У нас есть еще два таких же парня, которые также в этом же цеху работали со Судуайем. Без проблем, будем только рады. Такие талантливые ребята нам всегда нужны. Тогда постараемся передоставить. Спасибо большое, будем ждать. Находясь в исправительной колонии ИК-2, я также работал в швейном цеху. И в протяжении пяти лет я находился на швейном цеху. Работал, обучался. Можно сказать, самоучка. А сейчас для меня выпал такой шанс, чтобы развиваться дальше. И думаю, будем идти мелкими шагами к этому. Ну, я думаю, что конец сроками за горами. У вас есть на перспективы какие-то планы? Да, конечно, есть. В дальнейшем также может, нечего по воле Аллаха, открыть свое ателье. И дальше развиваться. Не стоять на одном месте. Сотрудники испытательного центра, в принципе, справляются с постоянными задачами. И вот задачи возлагаются на них, в принципе, серьезные, так как основная категория осужденных, отбывающих наказания в испытательном центре, это тача соосужденных, которые освободились из смесь лишения свободы. То есть, да, вот оставивши наказание, видели лишение свободы, заменив на более мягкий вид наказания, а именно на наказание, или пройдущих работ, им предоставлена возможность находиться на свободе, общаться со своими родными, близкими и так далее. и одновременно трудоустроиться, трудиться через труд, доказать свое исправление, поддерживать социально полезные связи, общение с родственниками, близкими, родными. И вот, в принципе, не запрещается посещение осужденных близкими родственниками. И это является одной из целей создания на территории Республики Доксан первого исправительного центра, который на сегодняшний день у нас функционирует. В 2011 году я поступил в Владимирский юридический институт, и по окончанию института был распределен в исправительную колонию номер 8, где я начал свою карьеру. Проработал в исправительной колонии номер 8, я перешел к старшим воспитателям, к институтовску воспитательную колонию. Там я проработал 5 лет, и далее перевелся в исправительную колонию номер 2, тоже начальником отряда, а потом перевелся социальным работником в исправительную колонию номер 7. После этого я перевелся в начальник исправительного участка функционирующего как исправительный центр. Уголовная исправительная система оказалась, можно сказать, не случайно, потому что брат родной у меня старший работает в уголовной исправительной системе, и в системе есть родственники, некоторые, которые работают. После окончания учебы, так как не было других предложений, предложили сюда устроиться. Сдал документы и прошел медкомиссию, и устроился, первое время я устроился в СИЗО 3, в Хасоверте, которые находятся. Работал там, стажировался, и далее там работал пока. Ну, я очень много этих коллективов поменял за эти 6 лет. Можно сказать, уже это мой 6-й коллектив. В уголовной исправительной системе я с 2009 года устраивался на работу в колонию-поселение в городе Кизелюрте. Проработал там до 2020 года. После 2020 года я перевелся в ФКВК-7, который находится в поселке Тюбе, там Таркалинский район. Там был на должности инспектора спецучета. В 2021 году, в декабре, нас уже назначили сюда, и вот я здесь. Я в 2017 году, после окончания школы, поступил в Самарский юридический институт по совету отца. Мне очень понравилось, если честно. В дальнейшем, после окончания вуза, я перешел в колонию номер 7, поселка Тюбе. Начальником Карула отработал. Понял, что мне нравится более живая работа, более общительная с людьми. И в связи с чем, в течение времени, я перевелся к себе в город Кизюрт. Я отсюда родом. И в наш исправительный центр. И пока работа идет хорошо. Ребята молодые, как бы сотрудники, да, в форме. А вот от них веет, вот, какой-то теплотой, человечностью. Я считаю очень правильным то, что вы отметили. Они и воспитатели, и сотрудники, и психологи, и все остальное. Может быть, из-за этого тоже они могут... Наверняка, я в этом... У меня сомнений нет. Чувствуют, наверняка, и ответственность. И чем они занимаются, это чувствуется. В целях развития системы исправительных центров на территории республики планируется создание дополнительных исправительных центров, но это уже на базе предприятий и организаций во взаимодействии руководителей управления, а также с высшими должностными лицами республики Дагестан. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине», и я ее автор-ведущая, Садиба Адьяхьяева. Благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова